Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли. Я тебе дала прослушать ролик. Человек рассказывает, что он готов сделать всех людей счастливыми, что его главная задача сделать всех счастливыми, чтобы они начали жить. И что он это очень хорошо умеет. Да, он это умеет и так далее. Я могу дать вам, он сказал. Да, дать вам знания. То, чего у вас нет. Да. Мне очень звоночек понравился на задней фоне, да, такой якорек, только я вам могу дать знание и счастье. Вот так люди якорятся на самом деле, это прием из НЛП, но самое главное, что здесь, это реклама, реклама курса, человек просто продает курс, а вся реклама построена на лже, я вам дам, я вам открою, я вас научу, мое самое главное желание, чтобы вы были там счастливы, успешны и так далее, и ложь, 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 и я написала, каждое слово наполнено выгодой, собственной, прикрыто фиговым листком НЛП подходов, а если прямо, я продаю курс о том-то и о том-то, и это был бы честный подход, в ответ мне написали, а вы бы хотели, чтобы все вам безоплатно давали, смотри, как сразу на деньги. Сразу на деньги, смотри, смотри, написала ведь совсем другое, да, а человек тут же перевел то, на чем построена его вот эта реклама. Да, потому что у человека цель была деньги, он видит через призму денег, он другое видеть не может, я написала в ответ на это, нет, выиграл, выиграл, должно быть обязательно, но внося искажение, ложь, вы даете людям ложь, а надо говорить правду. На самом деле, человек, возможно, мастер, возможно, он действительно сделал какую-то хорошую обучающую программу, мы только за это, мы сами так делаем, но при этом, когда вы говорите людям, я все делаю ради вас, я ради вас живу, я ради вас пою, я ради вас в туалет хожу, вы же црете. Вы ничего в этой жизни не делаете ради других, вы все делаете ради себя. Только ради себя. Потому что для вас никого, кроме вас, нет, так работает психика. И вы можете побежать в услужение, попу целовать кому-то, в материальном мире проявляться так, но тогда вы ничему другого не научите, и никому вы не поможете. Вы себя раздадите, распылите, и ничего хорошего из этого не будет. Вместе с этим будет идти потеря успеха, потеря денег, потеря здоровья, потеря, 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 потеря. И потому что здесь идет искажение, здесь идет ложь. Если вы искажаете, то вы и получаете искажение. Если вы произносите с искажением, то искажение и отражается вам. Вы подошли к зеркалу, и в этом зеркале, оно состоит из кусочков зеркал, и в каждом кусочке отражаетесь вы. И вот вы подошли к этому зеркалу, и вы в эти кусочки пыль распылили, перцовый газ. И уверены, что на вас это не отразится, что вы на них распылили. Нет. Вы на себя распылили. Вы им лжете, соответственно, вы лжете себе. Вы ставите в приоритет деньги, соответственно, вы видите все через призму денег. Поэтому вы не услышали суть сказанного. И это вообще удивительно. Кстати, хороший блогер, очень хорошо раскручивается. Но при этом я когда смотрю, вот поэтому из лжи, так как идет заход из лжи, из НЛП техник, и подходы от НЛП техник, из лжи подходы, из манипуляции подходы. Поэтому и уже и на грибы, и в основе грибы, и сознание грибов, и сознание, ну, все, на чем можно заработать, все пошло в ход. Так не будет толком. Это не про любовь к себе, это не про счастье, это не про здоровье. И потом будет Бог виноват. Нет искренности. Ведь на самом деле, когда мы же тоже делаем рекламу. Мы говорим, мы сделали курс. Хотите, приходите. Хотите, не приходите. Но курс будет о том-то, о том-то, о том-то. То-то, то-то, то-то будем делать мы, научим тому-то и тому. Все. И тогда ты оставляешь человеку право выбора, прийти к тебе или не прийти. Потому что все открыто. И тогда ты вровень с человеком. То есть ты не делаешь из него овна, дурака, еще кого-то. То есть человек, которому нужна эта информация, он за ней приходит. И тогда у вас вообще открытое доверительное отношение, абсолютно искренне. И тогда действительно нет обмана. И тогда, насколько качественно сделал программу ты, насколько ты выложился, настолько человек благодарен тебе. То есть выигрывает обе стороны. Вин-вин. Выиграл-выиграл. В психике не бывает выиграл-проиграл. То есть любая ложь, она дает искажение, и уже кто-то проиграл. А если вы хотите баланса, то психика, закон парадокса, он работает, выиграл-выиграл. Поэтому это и закон парадокса. Либо проиграл-проиграл. Если будет призма лжи, будет проиграл. И точно так же, когда бесплатно, я вам дам бесплатные семинары, вебинары и так далее, я расстелюсь перед вами в надежде, что вы когда-то... Да ложь. Ложь сама у себя. И тогда идет проиграл-проиграл. Если вы уже хотите что-то сделать, то не безоплатно, а поставьте цену минимальную, доллар поставьте. И вы будете тогда в балансе с людьми. И люди будут к вам приходить, и вы на... Но насколько вы готовы работать, чтобы у вас внутри был баланс? В этом мире все отражается, абсолютно все. Все в зеркале. Как в зеркале, да. И то, что вы показываете себе или произносите себя в зеркало, вы это же и озеркалите самому себе. Если вы лжете в зеркало, то вы живете во лжи. А смотрите, вам кажется, что живу во лжи, это вот я только разок солгал в зеркало, только я-я, да? А даже если пелел, осознал, понял, что ты лжешь зеркало. Но ведь ты же тут же видишь отражение от других зеркал. Тебе солгут друзья, солгут в бизнесе, солжет жена, солгут дети. Солгут, солгут, солгут. Кажется, ты с этим схожением увидел. А это все про страдания. И потом это все про проблемы. Проблемы надо решать. И пошла такая игра, 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 игра. Я побежала, как белка в колесе. Я уже забыл, где начало того клубочка, той ниточки. А все начиналось со лжи. Вообще, игра образующий момент, этот человек начинает лгать на лени. Конечно. Лениться и лгать. То есть он останавливается, чтобы не двигаться. Сознание попадает в ловушку, впадает в ошибку циклическую. И вот эта остановка дает искажение. Ложь пошла. Лень, ложь. И все, понеслись. Понеслись игры сознания. Так реально строить. От игры к игре. А если вы искренне сами с собой, вы можете осознанно завершить любую игру через благодарность и создать новую осознанную. И играть в ту игру, которая дарит вам искреннее счастье. Ну, тогда вы создатель этой игры. И тогда вы не можете вынести ответственность на грибы, на яхуаску, на бога, на дьявола, на высший разум, на инопланетян, на высшие силы, на вселенную, еще на кого-то, на абсолют. Нет. Это все вы. И только вы выбираете, как жить. Во лжи или в искренности. В любви или в печали. Это ваш выбор. И тогда вы определяете, в какую игру вы будете играть. Вы будете играть в науку, в религию. Вы будете играть в какие-то концепции. Вы будете играть в счастье или горе. Любая игра – это вы. Вот мы предлагаем играть в любовь. На самом деле, самая крутая игра – это в любовь. А игра в любовь – это игра, когда просыпаются боги. То есть зомби, которые ходят по улицам, которые считают жизнь, ну вот пришел отмучиться, которые автоматически проживают какой-то сон и потом уходят из жизни. И потом снова автоматически, снова, снова, снова. Ну вот когда зомби просыпаются, просыпаются они через любовь. Вот когда зомби просыпаются и появляется бог в человеке, вот уже игра окрашивается другими красками. И через любовь проявляются те моменты жизни прекрасные, наполненные чувствами, наполненные счастьем, которые действительно делают эту игру раем. Самая, самая, самая невероятная, самая кайфовая игра – это наша жизнь. Круче игрушки, но нету. Она обалденная. И только мы ложью и ленью обесцениваем, отказываемся, делаем греховный, превращаем в ад. Точно так же мы отказываемся от своего тела, предаем ему и так далее, и так далее. Зачем? В этом нет смысла. Вообще нет смысла. Это, знаете, это безрассудно. Вообще полная безрассудность. И тогда вот, уходя в последний миг, хочется вернуться. Когда перемутка жизни пошла. Да, хочется уже вернуться. И человек дает себе обещание, если успевает, что вот сейчас я уже, в следующей жизни я вернусь. И возвращается. Снова засыпает. Попадает в ловушку. Да, засыпает, попадает в ловушку. А засыпает, потому что родители спят. Им, рождаясь, человечек попадает к спящим родителям. И тогда идет осознание, что сейчас можно осознать, что только находясь в этой жизни, можно проснуться. Не тогда, когда мы уже там умерли или когда умираем. А именно во взрослом теле. Можно и нужно просыпаться. И просыпает через благодарность. Все через благодарность. Через искренность, через открытость. Тогда меняется все. И начинается игра с выноса ответственности. Через ответственность мы разделяемся на я. А вынос ответственности на линии идет. Да. Смотри, можно вынести ответственность на другого человека. А можно типа, я за вас делаю. Можно, да. Я вас делаю счастливыми. Я вас делаю успешными. Я. Но вы же так забираете ответственность у другого человека. И тогда проиграл, проиграл. Так нельзя делать. Не, можно. Это любая игра. Это выбор. Любая игра сознанием принимается как кайф. Абсолютно. Что выиграл, выиграл. Что проиграл, проиграл. Все равно будет кайф. Для подсознания. Для подсознания кайф. Для подсознания игра любая абсолютно. Отрицательная в нашем понимании. Или положительная. То есть подсознание не может чувствовать боли. Да, да. Человек может страдать и чувствовать боль этим физическим телом. А подсознание нет. А выбор только за нами. Только за нами. Классная штука игра. Жизнь. Напоминает виртуальную игрушку. VR. VR очках. VR костюме в таком. Когда костюм может чувствовать боль, переживать страх. И так далее. А тот, кто внутри, он защищен. Ему не болит. Но при этом эмоции, страх все испытывает. И выбор за ним, между прочим, кто внутри. Кто внутри. Да. Он играет. Он выбрал игрушку, допустим. Ходилка-стрелялка там со страшками. А делает VR очки. И играет. Он выбрал такую игру. Играет. Да. А мог бы выбрать любовь. А мог бы выбрать счастье. Успех. Но тогда он играет сам. Он сам несет ответственность за то, что он делает. Он сам несет ответственность за то, что он создает. Он сам полностью отвечает за свою жизнь. Он создатель своей реальности. Он тот, кто выбирает эту игру. Тот, кто выбирает. Да. И тогда, если мы делаем обучающую программу, и как вот этот молодой человек, Дмитрий его зовут, делает обучающую программу, тогда и говорит, честно, я сделал программу о том-то и о том-то. И научу вас тому-то и тому. И вам предлагаю. Предлагаю вам научиться. А вы сами решите, прийти ко мне или не прийти. Вы сами решите научиться. А не все я сделаю за вас. Для вас. Ради вас. Я живу для вас. И тогда дзинь-динь не надо включать НЛП в скидать. Да, да, да. Якоречек. Якоречек, да. Потому что вот если человек занимается НЛП, ну, я думаю, очень многие, кто изучал психологию. Такая ложь сразу первоначально. Занимались и знают эти вещи, эти якоря. То уже просто услышав якорь, я бы к этому человеку не пошла. Потому что я понимаю, что здесь уже искажение. Здесь уже ложь. Здесь уже ложь. Я понимаю, в канал вложены приличные усилия. Здесь уже выгода, да. Тут уже не искренность. Нечистота. А здесь уже искажение, искривление. А выбирать вам? И тогда нужны грибы. Тогда нужны грибы. И тогда сознание гриба может вытеснять сознание Бога. Не вопрос. Не вопрос. И тогда гриб решает, будете вы счастливы, успешны, или не будете. Вот так Бог заснул и стебется. Видит сны, да. Говорит, ну что, поиграем в мухомор? Не, мы поиграем в яхуатск. Очевидное и невероятное. Да, но это все игра. Это все игра, которая дает счастье. И да, будет счастье. Да, будет так. Да, будет так.